Как набрать массу? Причем не обязательно мышечную, хотя бы жировую. Почему вообще кто-то не может похудеть, а кто-то не может набрать вес? Насмотрев это видео до конца, ты узнаешь, каких действий стоит избегать, если в твоих целях набрать любую массу. Какие советы на твоем пути окажутся вредными для тебя? А в конце этого видео ты получишь четкие инструкции, что нужно делать именно тебе для того, чтобы достичь своей цели. С вами Илья Терентьев, профессиональный атлет и фитнес-тренер. Это полный и подробный гайд для вас, мои дорогие хардгейнеры. Но сперва ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, оставляй комментарий. Это все для алгоритмов, друзья. Поддержите меня. Продолжаем. Для начала давай определимся с терминологией. Кто такие хардгейнеры? Что значит очень худой? Я сразу вспоминаю нескольких моих знакомых, один из которых называет себя очень худым, а другой называет себя очень толстым. Это учитывая то, что они примерно одинаковые комплектации. Если мы отойдем от личной и культурной оценки внешнего вида, обратимся к чему-то более конкретному, то в нашем случае хорошо поможет определиться медицинский показатель индекса массы тела. Если поделив свой вес на рост в квадрате, рост при этом должен быть в метрах, ты получаешь цифру меньше 20, то по индексу массы тела у тебя недостаточная масса тела. И это уже такой объективный показатель недобора веса. И в твоих же интересах в целях здоровья будет увеличить массу тела до нормальных значений. А есть субъективные худые. Это те, которые по всем культурным, социальным и личным оценкам нормальные, но при этом они хотят стать больше, ну просто для себя. А хардгейнеры это те, кто может находиться как в группе объективно худых, так и в группе субъективно худых, но сознательные усилия по набору веса их ни к чему не приводит. То есть им трудно, прикладывая усилия, набрать вес. Почему вообще возникают трудности с набором веса во времена эпидемии ожирения? Когда все пытаются похудеть, у кого-то не получается просто набрать вес и прийти в норму. Ответ кроется в физиологии. Наш вес находится в балансе, если мы находимся в балансе калорий. Съедаем ровно столько, сколько и расходуем. Если баланс тела нарушается, то происходит изменение веса тела. Если мы начинаем больше есть или меньше двигаться, то мы начинаем набирать вес. Если мы начинаем меньше есть или больше двигаться, то вес начинает снижаться. На картинке все просто, на деле оказывается все сложнее. Если с поступлением энергии запутаться сложно, сколько мы съели, столько и получили, то с расходом энергии не все так однозначно, потому что расход энергии складывается из нескольких параметров. Существует 4 большие статьи расхода энергии у нашего организма. Первый, самый большой, самый существенный, это базовый обмен веществ. Второе его название – метаболизм. Это энергия, которая необходима для поддержания всех жизненно важных функций организма. Мозг в среднем потребляет около 350 калорий в сутки, печень около 360. Сердце и почки около 120. И так можно пройтись по каждому органу, и набирается определенное количество энергии, которое необходимо просто для работы всех органов функций в организме. И вопреки заблуждениям, этот параметр от человека к человеку практически не меняется. То есть, если мы возьмем двух очень друг на друга похожих людей, которые будут с похожим весом, похожим ростом, примерно одинаковым распределением жира и мышц, одинакового возраста, одинакового пола, то просто лежа на кровати, ничего не делая, эти люди будут тратить одинаковое количество калорий. А понятие «замедленный метаболизм» или «ускоренный метаболизм» не относится к метаболизму напрямую, потому что он неизменчив практически, а относится ко второму пункту, ко второй статье расхода под названием «внетренировочная активность». Эта энергия необходима для всех рутин, которые вы выполняете в течение дня. Садитесь на кресло, встаете из-за него, что-то готовите, нарезаете, вбрасываете мусор, спускаетесь по лестнице, с кем-то общаетесь. И по этому параметру два, хоть и очень похожих друг на друга человека, будут уже сильно отличаться. Кто-то менее активен, кто-то более активен, грубо говоря, шило в жопе. Он постоянно что-то делает, куда-то ходит, движется. И за счет этого при той же комплекции может тратить намного калорий больше. Третья статья расхода – это тренировочная активность. Почему ее отделяют от бытовой? Потому что тренировочная активность проделывается сознательно. То есть вы даете себе какую-то задачу выполнить определенный объем нагрузки за определенное количество времени. Как только появляется какой-то параметр оценки, это становится тренировочной активностью. Не обязательно приплетать сюда именно силовые тренировки, либо там кардио-тренировки. Если вы просто даете себе задачу дойти до дома за 30 минут в расстоянии там полтора километра, это сразу становится тренировочной активностью. Ключевое отличие от бытовой активности в том, что вы проделываете эту нагрузку сознательно. При определенных усилиях бытовая активность делается вне вашего контроля. И четвертая статья расхода – термический эффект пищи. Эта энергия необходима для работы желудочно-кишечного тракта, переваривания той пищи, которую мы съедаем, и получения из этой пищи всех питательных веществ. И теперь, зная все статьи расхода, мы можем прийти к первой причине, по которой тебе не удается набрать вес. Причина заключается в твоей очень необычной для людей реакции на избыток энергии. Как только ты начинаешь переедать по калориям, съедать больше обычного, твой организм сразу автоматически подстраивается под этот избыток и начинает управлять твоей активностью. И в основном той активностью, которую ты не регулируешь сознательно, то есть бытовой активностью. Ты начинаешь больше говорить, больше двигаться, делать очень много какой-то спонтанной активности. И так как это происходит вне твоего сознательного контроля, глобально тебе кажется, что в твоем поведении ничего не изменилось. И поэтому ты задаешься вопросом, а почему так? Я много ем, но при этом не могу набрать вес. Потому что организм этот избыток сразу начинает расходовать. Ну и не стоит забывать того, что при увеличенном объеме пищи увеличиваются затраты на переваривание этой пищи. То есть, грубо говоря, вот в этом конкретно моменте твой метаболизм может ускоряться. Потому что для желудочно-кишечного тракта появляется больше работы, он больше переваривает. А для этого нужно больше энергии. То есть, у твоего организма есть определенная точка, какой-то баланс, к которому тело всегда стремится прийти, если ты выходишь за какие-то рамки в одну либо в другую сторону. Такое поведение организма называется setpoint. Точнее, это теория, которая объясняет такое поведение организма. Эта теория говорит о том, что у нашего организма есть некая резервная копия, какие-то дефолтные настройки, к которым организм привык. И если что-то меняется в организме, то все системы организма пытаются вернуться к тому, что было, к тому, к чему они привыкли. В вопросе изменения и контроля веса этот setpoint тоже работает. Но у большинства людей эта система однобока и работает больше в сторону снижения веса. Потому что в течение всей нашей эволюционной истории наши предки сталкивались с недостатком еды. И наш организм научился это жестко контролировать и регулировать. В случае нехватки еды он замедляет активность, снижает там либидо, резко повышается аппетит и голод для того, чтобы стимулировать поиск еды. Но в сторону увеличения веса это у большинства людей не работает. То есть мы не становимся резко активными, резко позитивными и перестаем хотеть есть. Потому что эволюционно наш организм с таким не сталкивался. Хотя такое поведение организма присуще большинству млекопитающих. Но вот у человека оно не так развито. А вот у вас, дорогие мои хардгейнеры, это присутствует. То есть ваша система регуляции работает как в сторону уменьшения веса, так в сторону и увеличения веса. Как только вы начинаете переедать по калориям, организм это считывает и срабатывает защитная система. Сразу повышается уровень бытовой активности, который происходит для вашего контроля сознательного. Если вы тренируетесь, вы можете быть более усердными на тренировках и за счет этого тратить больше энергии. Если вы в какой-нибудь день переели по калориям, то вы можете вообще не ощущать голода в следующие несколько дней и съедать значительно меньше, чем вы обычно едите. Именно для того, чтобы уравнять тот избыток, который пришел к вам на днях. И за счет множества таких шестеренок организм уравновешивает вот этот вот избыток энергии. Но сетпоинт это не единственное объяснение. Есть еще такая теория сетлингпоинта. Это теория о том, что мы не стремимся к какому-то конкретному весу, а это больше диапазон, в который помимо физиологических наших механизмов включаются еще и гедонистические механизмы. Изначально это было замечено на крысах. Энергетическая система крыс работает вот как термостат, как у большинства млекопитающих. Если они худеют сильно, у них включается метаболическая адаптация для того, чтобы снизить количество затрачиваемой энергии и стимулировать поиск еды. Если у них вес растет, то у них сразу включается адаптация на это, становятся резко активными и теряют аппетит. Но ученые заметили, если кормить крыс вкусной для них калорийной пищей, то система урегулирования увеличения веса резко отключается. То есть крысы набирали вес, но уже не снижали его, потому что удовольствие от еды перекрывало эти внутренние физиологические механизмы. Они ели, им нравилось, получали от этого удовольствие и продолжали есть. Так вот, возможно, что ваша гедонистическая система работает не так, как у всех. Вы не получаете такого удовольствия от еды, как большинство людей. Ваши гормоны насыщения работают лучше, чем у остальных. То есть вы съели небольшой объем пищи, но он вас тут же насытил, вы тут же забываете про еду и очень нескоро начинаете хотеть есть. Ну и, как я уже говорил, один раз переев, вы можете потерять аппетит на несколько дней вперед. Таким образом, ваша автоматическая внутренняя система регуляции получается очень жесткой и работает в обе стороны. Как в сторону уменьшения, так в сторону увеличения веса. И поэтому набрать вес вам становится так трудно. Но это не значит, что это нереально. Зная эти проблемы, вы можете обойти все подводные камни и устранить какие-то ошибки, которые, возможно, раньше допускали. И независимо от того, хотите ли вы просто немного потолстеть или набрать мышечную массу, или все вместе. Вам нужно следовать простым правилам, которые я сейчас расскажу. И скомбинировав их все, у вас, я уверен, что-то получится. Первое, что вам нужно сделать, узнать, сколько вы едите в цифрах. В вашем случае набрать вес для вас будет гораздо сложнее, чем кому-то потерять вес. И в случае потери веса, не контролируя количество еды, похудеть еще как-то можно. А вот набрать вес вслепую практически невозможно. Поэтому вам нужно понимать, сколько вы едите. Визуальная оценка и память работают отвратительно плохо, поэтому на них нельзя положиться. И вообще все, что касается еды, мозг в этом работает плохо. Он настроен на то, чтобы забывать количество еды. А вот математику ваш мозг понимает очень хорошо и очень ее любит. Поэтому сделайте математические расчеты вашей средней нормы потребления калорий. Если вы не знаете, как это сделать, то в описании к этому видео я оставлю ссылку на подробную статью, где я описываю два способа, по которым вы можете узнать свою норму калорий. Первый способ более быстрый, но менее надежный. Второй способ менее быстрый, но более надежный. Выбирайте, какой подходит именно вам. И после того, как вы узнаете свою норму калорий, вам нужно к этой среднесуточной норме добавить 300-500 калорий для того, чтобы начать набор веса. Но помните о том, что ваш организм автоматически очень строго, жестко регулирует количество поступающей еды. Поэтому просто так увеличить калории будет недостаточно. После этого вам нужно ввести оценку изменения ваших ощущений. Как изменился голод, как изменился аппетит, стали ли они менее остры, стали ли вы более энергичными, что может означать и то, что вы стали тратить больше энергии и таким образом перекрываете ту добавку калорий. Для регистрации всех этих ощущений вы можете завести какой-нибудь дневник или отдельную заметку в телефоне, чтобы понимать, как изменяются ваши ощущения в течение нескольких недель. Также вам стоит взвешиваться. Вес очень чувствителен и уже на ранних стадиях может показать в верном направлении ли вы двигаетесь, в отличие от тех же объемов. И еще одна рекомендация, конечно, все равно стоит замерять объемы. Один раз в месяц или два месяца, но не чаще, потому что изменение объемов происходит не так быстро, как хотелось бы. Во-вторых, нужно уменьшить погрешность, потому что измеряя объемы рулеткой, можно где-то чуть сильнее перетянуть или наоборот чуть слабее перетянуть. В ожидании какого-то результата все это, опять-таки, неосознанно, можно легко выполнить и данные будут искажены. Поэтому чаще, чем раз в месяц этого делать точно не стоит. И собирая все эти данные, вы будете знать и понимать, что происходит с вашим организмом. Обладая данными, вы можете управлять этим процессом, а не оставлять его на какие-то свои подсознательные действия. У вас появляется обратная связь. Теперь вы знаете, что в случае, если что-то не работает, вы знаете, что нужно исправить, где нужно добавить, что нужно изменить. Следующее, что я могу вам порекомендовать. Начинайте читинговать. Вот все эти чит-дэй, чит-мил, чит-вик какой-нибудь, вы можете все без проблем использовать. Дело в том, что я часто вижу каких-нибудь других тренеров, которые своим подопечным хардгейнерам дают задачу съедать вот эту тарелку гречки без масла, отварную куриную грудку, большие горы салата съедать. Все это, конечно, хорошие продукты, не стоит их полностью исключать из рациона. Но проблема в том, что хардгейнер – это человек, который и так не очень любит есть, а есть невкусную, пресную и постную еду, он не любит еще больше. И поэтому и с обычной едой возникают трудности, а с такой едой трудности еще больше. Ее съедается еще меньше, и в конечном итоге никакого результата не наступает. Людям, у которых отсутствует аппетит и гидранистическая система, это не подходит. Поэтому не брезгайте бургерами, не брезгайте пиццей. Вместо филе грудки используйте филе бедра, там больше жира. Вместо какого-нибудь сухого тунца используйте лосось, там, ну или селедку, или скумбрию. Более жирные сорта рыбы. Вместо гречки делайте себе макароны с маслом и сыром. Ну, либо в гречку добавляйте масло и сыр. Сделайте так, чтобы ваша еда стала приятнее по консистенции, вкуснее, настолько вкуснее, насколько для вас это возможно. Если худеющим нужно уменьшать энергетическую плотность, то есть за большее количество еды съедать меньшее количество калорий, для того, чтобы лучше насыщаться, лучше контролировать голод и аппетит во время похудения, то в вашем случае нужно действовать наоборот. Нужно увеличивать энергетическую плотность, для того, чтобы за меньший объем еды съедать больше калорий. Потому что ваши внутренние системы регуляции делают так, что вы быстро насыщаетесь, и вы просто не успеваете съедать достаточное количество энергии до того, как у вас пропадет аппетит. Поэтому на каждый грамм еды вам нужно увеличивать количество калорий. И именно поэтому жир ваш лучший друг. Как минимум потому, что жиры – это самый калорийный макронутриент. На 1 грамм жира – 9 калорий. Во-вторых, жиры дают приятную текстуру и консистенцию еде. Ну, сами понимаете, что съесть филе грудки и филе бедра – это абсолютно разные вещи. Филе бедра съедается намного приятнее и быстрее. Теперь за счет того, что вы регулируете свои ощущения, ведете дневник, следите за тем, как меняется ваша активность, поведение, уровни насыщения. Вы добавили калорий, и если вам становится сложно съедать такое количество еды, вы начинаете читинговать, чтобы обойти вот эту защитную систему организма и съедать на малое количество еды, большее количество калорий. Вы регистрируете свой вес, объем и смотрите, как это меняется. Теперь, если вы тренируетесь и в ваших планах набрать мышечную массу, вам нужно следить за нормой белка в рационе, потому что это основной материал для строительства мышц. И белка вам нужно съедать 1,6 г на 1 кг веса тела и не больше. Не больше по двум причинам. Во-первых, потому что больше и не надо. Уже два метаанализа показали то, что потребление более 1,6 г на 1 кг веса тела белка не приводит к дополнительному набору мышечной массы. Во-вторых, белок – это очень насыщающий макронутриент. И так как у вас и так трудности с потреблением большого количества еды, точнее не условно большого, а большим, чем вам надо. Потребление большого количества белка опять-таки будет вас отталкивать назад. Вы будете очень быстро насыщаться, надолго насыщаться, и следующий прием пищи для вас будет насилием и не самой приятной задачей. Если вы не тренируетесь, то соблюдение здорового минимума в 1,2 г на 1 кг веса тела будет вашей задачей. Чтобы посмотреть подробное видео про белок, про нормы, нажимай сюда, там будет видео. Еще один пункт – не тренируйтесь интенсивно. Опять-таки, учитывая то, что ваш организм способен воспроизводить очень много энергии за небольшое количество усилий, избыточный тренировочный объем будет приводить к тому, что вы будете тратить очень много энергии. И опять-таки, та добавка, которую вы сделали за счет дополнительных 500 калорий, она будет нивелироваться, и вес снова расти не будет. Вы и так тратите слишком много энергии. Вам не нужно тренироваться много, вам нужно тренироваться разумно, качественно и оптимально. Пришли на тренировку, простимулировали мышцы и пошли отдыхать. Вам больше ничего не нужно делать. Если рост мышц для вас наибольший приоритет, то вам нужно тренироваться 3-4 дня в неделю, выполняя по 9-10 подходов, ну, как минимум, на основные мышечные группы самые большие. Если у вас есть время, можете на группы поменьше добавлять тренировочный объем и не более. Таким образом, за одну тренировку вам нужно делать 2-3 рабочих подхода. 2 или 3, это уже зависит от того, сколько тренировок у вас в неделю. Для более точных рекомендаций мне нужно больше контактировать с вами. Поэтому сейчас-таки общие рекомендации, в которых вы уже сами сориентируетесь. Диапазон повторений выдерживать в пределах 8-12 повторений за один подход. Не потому, что это самые стимулирующие мышцы, растущие диапазон, а просто потому, что дополнительные повторения снова будут тратить больше калорий, ну, и это снова будет отталкивать вас обратно и не давать набирать вес. Ну, и, конечно же, работу в отказ никто не отменял. Последние 5 повторений перед отказом – это ваша цель, и к этому нужно стремиться. Каждый подход должен быть достаточно тяжелым для того, чтобы вот эта вот тяжесть простимулировала мышцы к росту. Если у вас есть опыт в силовых тренировках более двух лет, то вы можете использовать методы дополнительной стимуляции. Это такие методы, при которых за один подход вы можете набирать большее количество эффективных повторений, тех самых стимулирующих повторений, чем за классические подходы, когда, ну, там, сделал подход, отдохнул, сделал подход, отдохнул. Таким образом, вы тратите меньше энергии, получаете больше стимула. Это тоже в вашем случае будет просто потрясающе работать. Используйте методы дополнительной стимуляции. Резюмирую этот пункт. Чтобы наращивать мышечную массу, тебе нужно 9-10 подходов на каждую мышечную группу. Больше делать не надо. Почему нужно делать 9-10 подходов? Вообще, споры о количестве подходов на мышечную группу в неделю еще ведутся. У кого-то, как показывают некоторые исследования, работает и 20 подходов на мышечную группу, кого-то 20 подходов на мышечную группу приводит к потере мышц. То есть, становится понятно, что высокий тренировочный объем – это исключительно индивидуальная реакция. Кто-то может на нее спокойно реагировать и расти, кто-то уже реагирует негативно. Но вот единственное, в чем сходятся все исследования, так это в том, что диапазон 9-12 подходов на мышечную группу является наиболее оптимальным для практически всех людей. Этот диапазон отлично подходит как раз-таки и начинающим, и даже более опытным людям. И за такое количество подходов вы набираете, ну, практически максимум, который можете набрать. Поэтому не нужно заходить за диапазон 12 подходов в неделю. Ну, в вашем случае можно даже приблизиться к нижней границе 9-10 подходов на каждую мышечную группу. Потому что вы все равно не выйдете за рамки своей физиологии. Вот есть определенная генетическая труба, и вы в этой трубе движетесь в потоке. И чтобы продолжать в этом потоке двигаться, вам достаточно этих 9-10 подходов. Больше вам не нужно. Избыток приведет уже к непонятным последствиям, которые, во-первых, непонятно, как регистрировать. У вас нет точных методов определения, насколько там миллиграмм увеличилась ваша мышца. Есть риск того, что вы просто будете, наоборот, деградировать. Есть риск того, что вы быстро потеряете мотивацию, так как не сможете создать оптимальные условия для восстановления. Ну, и очень-очень много рисков. Поэтому 9-10 подходов, максимум 12. Не делайте много кардио. Еще одна ошибка, которую я замечаю. Ваш организм расточителен на энергии. Поэтому вам нужно исключить все условия, в которых организм может эту энергию тратить. Если вы выполняете кардио для здоровья, то 20-30 минут, 2 раза в неделю, вам будет вполне достаточно. А если вы из тех, кто вот прям хард-хард гейнер, кому очень трудно съедать много еды, то можете вообще временно исключить кардио, ну, в случае, если вы делаете силовые тренировки. Потому что силовые тренировки практически не уступают кардио тренировкам в воздействии на респираторную систему, в воздействии на сердечно-сосудистую систему. Они тоже очень хорошо стимулируют и поддерживают наше сердце и сосуды. Поэтому не надо делать очень много кардио. Вы и так очень активны, вы и так тратите очень много энергии. Теперь я в мифах. Частые и редкие приемы пищи. Что нужно делать? Питаться маленькими порциями, но чаще, либо большими, но реже, вы должны определить для себя самостоятельно, на основе своих ощущений. Здесь нет единого рецепта. Если брать случай похудения, для большинства людей наиболее оптимальным образом будет есть реже, но большими порциями. Потому что растяжение желудка – это один из факторов сытости. В желудке есть много рецепторов, которые чувствительны к растяжению. И когда они растягиваются, посылают в мозг сигнал о том, что все, стоп, хватит. И мозг выделяет гормоны насыщения. Это в случае с похудальцами работает. Следуя этой логике, можно предположить, что съедаем маленькие порции. Но чаще вы сможете в конечном итоге съедать больше еды, потому что ваш желудок не будет растягиваться. Но если вы из тех, кто просто забывает поесть, либо много работает и не успевает так часто есть, либо вам просто трудно постоянно помнить о том, что нужно сейчас поесть, через час еще раз поесть, неудобно держать всегда при себе еду, то в таком случае этот способ просто не будет работать. Ну и как некоторые отмечают, что именно такой подход с маленькими частыми порциями как раз-таки их хорошо насыщает. Поэтому если ваш организм реагирует таким образом, то вам нужно стремиться, наоборот, к более редким и объемным приемам пищи. Главное, используйте читинг и делайте пищу более энергетически плотной. Имеет ли тип телосложения на ваши успехи, результаты ваших тренировок? На ютюбе можно много видео найти, там, тренировки для эктоморфов, почему эктоморфы не могут набрать вес, и все вот эти эктоморфы, эктоморфы. Распределение, вообще классификация, вот это эктоморф, мезоморф, эндоморф, классификация типов телосложения, то есть ваша антропометрия, каков ваш скелет. Это единственное объяснение, критерий, оценки. Ваша способность набирать мышечную массу или жировую массу, ваш аппетит этим никак не объясняется. И мезоморфы могут очень трудно набирать вес. А есть эктоморфы по типу телосложения, но которые набирают вес без особых усилий. Им, наоборот, нужно сознательно контролировать свой вес, чтобы он не рос. Тип телосложения никак не связан с вашими тренировками. У всех мышцы одинаковые, реагируют на одни и те же стимулы. Это механическое натяжение и метаболический стресс, дохождение до состояния отказа во время тренировки. Только это стимулирует мышцы и у эктоморфов, и у эндоморфов, и у мезоморфов. Нет определенного диапазона рабочих повторений, при котором бы мышцы росли как-то особенно хорошо. Мы все растем и при 6 повторениях, и при 10 повторениях, и при 20 повторениях, при условии, что такие подходы выполняются в отказ. Распределение мышечных волокон у всех людей примерно одинаковое. 50 на 50. Генетические уникумы и супер предрасположенные люди имеют распределение 55-60% в пользу быстро сокращающихся волокон второго типа. Но предрасположенность может быть как и у эктоморфа, так и у мезоморфа. То есть тип телосложения, повторюсь, никак не влияет на ваши успехи. Единственное, что нужно понимать, если вы изначально щупленький, у вас небольшое количество мышечной массы, то у вас более низкие стартовые позиции. Вы будете работать с меньшими весами, выполнять меньший тренировочный объем, а это в конечном итоге приводит к меньшему стимулу. Поэтому вы просто будете дольше разгоняться. Но потенциал мышечного роста у всех людей одинаков. Это примерно 450-900 грамм в месяц. А вот будете ли вы набирать 450 или 900 грамм, зависит уже от генетики, от того, насколько ваши мышцы чувствительны к нагрузке, как работает гормональная система, насколько удачно вы сплетены. Ну, то есть, место крепления мышц тоже имеет большое значение. Ну, в основном это связано с тем, как мышцы реагируют на нагрузку. Далее, тренировочный стаж. Чем дольше вы тренируетесь, тем ближе вы к генетическому пределу, тем меньше мышечной массы вы будете набирать. И 450 грамм у какого-нибудь супертренированного атлета – это уже победа. Как правило, если ваш стаж более 5 лет непрерывных занятий, то 200-300 грамм в месяц – это в лучшем случае. Качество питания влияет. В основном то, сколько белка вы съедаете. Ну, и распределение макронутриентов в меньшей степени, но тоже влияет. Должно быть достаточное количество жиров, достаточное количество всех микроэлементов, для того, чтобы поддерживать организм и восстанавливать его. Возраст, пол – все это влияет. Ну, и, конечно же, программа тренировок. Если ваша программа неоптимальна, если вы, например, делаете слишком много объема, это вашему организму не подходит, то, конечно, вы расти будете хуже. Если вы заметили, мы плавно перешли к следующему пункту. Чего стоит вам ожидать от ваших сознательных усилий по набору массы? Вот примерно это. При оптимальной тренировочной программе, оптимальном качестве питания, и если вы не имеете очень высокий стаж в тренировках, ну, либо вы вообще новичок, вы можете рассчитывать на 450 грамм мышц в месяц минимум. Если при этом вы генетически уникум, у вас хорошо работает гормональная система, мышцы очень чувствительны к нагрузке, то вы можете рассчитывать и на 900 грамм мышц в месяц. Как при наборе мышц не набрать жир? В случае с хардгейном ответ на этот вопрос еще сложнее, чем для большинства людей. Если вы находитесь в профиците калорий, то вы по-любому будете набирать жировую массу. Вопрос в том, насколько высок профицит. Чем больше профицита, тем быстрее вы набираете жировую массу вместе с мышечкой. Скорее всего, вам нужно определять опытным путем. Делайте фотографии, замеры объемов. Лучше всего вам помогут фотографии и визуальная оценка изменения состава тела. Если вы видите, что становитесь более плотным, менее рельефным, значит калорий слишком много. И нет точного ответа на этот вопрос, потому что организм не находится в одном состоянии. Даже ваша активность, она то высокая, то низкая и зависит от разных условий. Соответственно, питание может подстраиваться под эти состояния, под эти условия. Может не подстраиваться, может быть вы способны вообще держать строго прямую линию и съедать каждый день одинаковое количество калорий. Все зависит от поведения организма. И вам нужно самостоятельно регулировать этот процесс. То есть не получится сейчас мне сказать вам, вот ешьте столько и будете набирать столько жира. Потому что все очень витиевато, изменчиво, нестабильно. И сказать что-то конкретное я смогу только в случае нашего совместного сотрудничества, как тренера и подопечного. Либо вы должны определять для себя самостоятельно. Если вы будете выполнять все эти пункты, подходить к этому вопросу конкретно, сознательно, подходить к этому вопросу как к дополнительной работе, то все у вас получится, друзья. Удачи. Все.